Это программа День с толком в студии Ирина Корчогина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Зимняя забава обернулась уголовным делом. В Бийске дети, катаясь на ватрушке, врезались в дерево. У пострадавших серьезные травмы. Космические цены за квадратный метр. Что происходит с рынком жилья в Барнауле? История, которая шокировала всю страну. Как в регионах, в том числе и в Алтайском крае, отреагировали на смерть кота Твикса, которого выбросили из поезда? Итак, прошлая неделя для барнаульцев стала не только самой скользкой за всю зиму, но и самой травматичной. Порядка тысячи горожан обратились в травмпункты из-за падения на льду. По данным Краевого Минздрава, за неделю с 19 по 25 января за медицинской помощью обратились 977 человек. 135 на пострадали настолько сильно, что их пришлось госпитализировать. По статистике, около 350 горожан упали во дворах, почти столько же на дорогах и тротуарах. 284 барнаульца поскользнулись в междворовых проездах и 24 на пешеходных переходах. Как сообщают в Минздраве, за всю зиму это первая неделя, когда травмировалось так много людей. Добавим, с 1 ноября 2023 года на скользких улицах Барнаула пострадало около 6 тысяч человек. Одна из девочек, которые пострадали на горке в Бийске в эти выходные, находится в отделении нейрохирургии. Напомним, юные жительницы Наукограда 5 и 9 лет. При спуске на тюбинке врезались в дерево и получили серьезные травмы, в том числе сотрясение головного мозга и перелом позвоночника. Алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас проводится проверка действий администрации города и дедушки, с которыми пришли покататься сестры. Добавим, что на склоне были установлены специальные аншлаги и предупреждения, что катание запрещено. Ранее на том же месте при катании со склона трое детей получили тяжкий вред здоровью. Следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю в очередной раз обращаются к жителям города Биска следить за времяпрепровождением своих детей. Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны кататься только в установленных для этого местах. Продолжим. Барнаул по ценам на жилье сравнялся с Новосибирском. Так, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 132 тысячи рублей, а в центре города на уже порой достигает и 200 тысяч. Такие цены отражаются на числе сделок. Первичный рынок недвижимости сейчас, можно сказать, обездвижен, по словам экспертов. Но приведет ли это к снижению стоимости жилья? О тенденциях и перспективах рынка недвижимости расскажет Елена Макаренко. В офисе одного из барнаульских агентств недвижимости весьма оживленно. Несмотря на то, что на дворе январь. Месяц, считающийся пустым по числу сделок, и с конца года на 30% снизилось число обращений от потенциальных покупателей. По новостройкам сейчас мы видим достаточно большой спад желающих купить именно от застройщика, потому что много ограничений ввели. И сейчас, конечно, ждем, куда определиться, то есть вот поддержка в какую сторону. Ограничения вводили, чтобы охладить перегретые льготными программами рынок недвижимости и снизить темпы инфляции. Пакет мер, повышение первоначального взноса по ипотеке до 30%, ограничение максимальной суммы кредита и перекладывание с банков на застройщиков, субсидирование процентной ставки привел к тому, что рынок недвижимости покинули крупные строительные компании. И мы видим активно, что сейчас инвесторы все больше выходят из проектов, которые вкладывались, и много сделок происходит по переуступке. О чем это говорит? О том, что инвесторы видят некие ограничения на этом рынке, охлаждение этого рынка и на какое-то время готовы из него выйти. Покупка жилья в новостройке напрямую от инвестора, а не от застройщика – одна из сегодняшних тенденций на рынке недвижимости. И тем не менее, позволить сейчас купить квартиру на первичном рынке может далеко не каждый. По оценкам специалистов, квадрат в новостройке в среднем достиг уже 132 тысяч рублей, в центре – 200 тысяч. Такие цены сопоставимы с Новосибирском. И пусть не обвал, но их корректировка в сторону снижения, хотя бы на 10-15 процентов, полагают эксперты, рано или поздно наступит. Сейчас-то все очень сильно рассматриваем, каждый комплекс, каждую стоимость все под лупу совершенно. Все очень сильно высчитываем. Если раньше можно было идти везде и стоимость была ниже вторичного рынка, я говорила клиентам, просто заходим, потому что это действительно выгодно. То сейчас, конечно же, уже такого нет. И смотрим корректировки. Специалисты надеются, что уже после марта правила игры на рынке недвижимости станут понятнее. Риэлторы ждут более мягких условий по ипотеке и продления льготных программ. Вот только последние, по их мнению, стоит доработать, чтобы не допустить вновь перегрева жилищного рынка. Бедные, бедные, это богатые, богатые. Льготные программы брали те, у которых есть деньги, брали по три, по четыре, пять. А те, которые не могли взять, они и не брали. А сейчас, соответственно, стоимость, когда метро выросло, они еще больше достали от своей мечты, вернее, далеки от своей мечты. Поэтому какая-то адресная должна быть помощь. То есть, если уж делать льготную программу, то ее должно для определенного категории семей. Сегодня средний платеж по ипотеке в Барнауле составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Непосильная сумма для многих людей. И все же откладывать решение жилищного вопроса тем, для кого это жизненно важно, специалисты не советуют. Если говорить про долгосрочную вообще перспективу, то из моего опыта работы в недвижимости, которой уже около 20 лет, я могу сказать, что всегда общий тренд цены идет наверх. Если мы проанализируем все годы, да, бывало в какие-то кризисные моменты, ну, цена либо останавливалась, либо там процентов на 10-20, может быть, откатывалась назад. Но то, что тренд всегда идет наверх в недвижимости, это очевидный фактор. Помимо общефедеральных факторов, цены на жилье в новостройках в нашем крае подогревают сугубо региональный вопрос – нехватка земли для строительства. И эту проблему, подчеркивают эксперты, нужно срочно решать. При отсутствии квартальной застройки стоимость квадрата приточечной уходит в еще больший плюс. И цены в итоге становятся сопоставимы с городами-миллионниками. Отсюда миграция населения в соседние регионы – отток молодежи. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. А теперь к теме, которая уже не первую неделю обсуждается по всей стране. Равнодушных практически нет. 30 тысяч рублей компенсации просит хозяева за смерть кота Твикса. 11 января животное, которое сопровождающий вез на поезде в Санкт-Петербург, высадило проводница. Спустя неделю волонтеры нашли погибшего от холода кота. Что думают об этой истории в Барнауле? И что нужно знать, чтобы подобное не повторилось в том числе с вашим питомцем? Расскажем далее. Трогательное видео – воссоединение хозяина и той терьера, которого высадили из электрички в городе Серпухов. Его владельцы попросили выйти из поезда за несколько станций до этого момента из-за конфликта с пассажиром. Собака же осталась и проехала до конечной. Благодаря людям, приютившим Арчи, работе транспортной полиции и действиям самого мужчины все закончилось благополучно. А в России продолжают следить за историей кота Твикса. Его хозяин оценил жизнь животного в 30 тысяч компенсации. 24 минуты стоял поезд. Всего в поезде было три кота. Не так сложно было найти, но здесь абсолютное равнодушие, абсолютное непонимание ситуации. К сожалению, вот сейчас у нас животные, они как мусор. Если бы это была какая-то вещь, чемодан, никогда бы проводница не выбросила. 11 января кота высадила из поезда проводница. Сопровождающий животного, по официальной версии, в это время спал. Замерзшее тело кота нашли спустя неделю около железнодорожной станции. По всей стране призывали уволить проводницу. Сейчас ее отстранили от работы, а хозяин требует от нее извинений. Когда шли поиски кота, он же ведь никакого внимания не проявил. Он просто пошел на работу. Она поступила жестоко, но при этом возникает вопрос. А человек, который взял ответственность на себя, он остался в стороне? Он остался просто в стороне? Судьба от ВИКСа получила неожиданно широкий резонанс. И удивительно, что многие зоозащитники, представители власти, общественники оказались на одной стороне. И даже призывают не травить проводницу, а сделать выводы из этой истории. Причем всем. Когда мы говорим о проводнице, ведь это же не только ее вина. Ведь у нас таких проводниц миллионы. Потому что сколько у нас в подвалах этих котов, сколько у нас в подвалах этих твиксов. У нас заполнены приюты. По мнению экспертов, подобное отношение к животным не появилось ниоткуда. Сначала, в конце 20 века, стало распространено держать домашних животных. Позже их стали заводить на дачах и бросать после окончания сезона. Последний гвоздь в крышку вбила мода на породу. Пафосность, которая стала возникать, она, к сожалению, размыла искренние чувства. И люди стали относиться к собаке как к ничному богатству, которое появилось у человека. А у кого круче? У кого круче? Без любви абсолютно. Люди просто-напросто стали относиться. Не понравилось, выбросили. Главная задача сегодня воспитания бережного отношения к животным – это все-таки остается семья. Семья и, возможно, более крупные штрафы, что работают в других странах. Но в России эти вопросы принимаются сложно. А пока эксперты советуют соблюдать правила перевозки. Ведь при покупке билета на животное его могут поместить в специальное купе на время пути. И наличие билета на такого пассажира обязывает проводников следить за ним. Кстати, в истории с Твиксом по официальной версии билет на кота был. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. К другой теме. Итальянский суп и гамбургер без вредных добавок. Глава города Вячеслав Ранк совместно с депутатами Барнаульской городской думы оценили новшества в меню школьников от комбината школьного питания «Глобус». Подробнее о сбалансированном питании в образовательных учреждениях и новинках в меню расскажет Валентина Аскерова. Сейчас все продукты питания у нас с Алтайского края. Это все качественная продукция. Плов, котлета с гарниром, макароны с гуляшом, запеканка и выпечка на любой вкус. Классическое школьное меню для учеников младших, средних и старших классов представила мэру города и депутатом Барнаульской городской думы руководитель комбината школьного питания «Глобус». Меню сбалансировано с точки зрения получения калорий, белков, жиров, углеводов на каждый день, чтобы ребенок получил максимально все виды продуктов питания, которые есть для того, чтобы он мог развиваться. А как вы это знаете? Через какой документ? Есть, соответственно, сборник рецептур, который регулирует эти, соответственно, все процессы. Комбинат школьного питания постоянно совершенствует рецептуру и при разработке меню строго следует рекомендациям Роспотребнадзора. Около 12 ежемесячных проверок на качество продуктов питания каждый месяц проходит. Причем, если мы находим какое-то нарушение, то на поставщика накладывается штраф и все, соответственно, проверки за счет поставщика. В этом году комбинат разработал новинку. В школьном меню появились гамбургеры и пицца. Правда, только для старшеклассников. Директор комбината заверил, что в отличие от фастфуда, новые блюда не содержат вредных добавок и нравятся детям. В разработке сейчас и легкий овощной итальянский суп под названием «Министрони». Который мы тоже, соответственно, планируем вводить в ассортимент. Вот мы его сейчас уже отработали, посмотрели. Позиция достаточно популярная. Он острый, нет? Нет, он не острый, естественно. У нас в школьном питании мы вообще, в принципе, не можем использовать черный перец и вообще любые виды перца, потому что у нас есть 45 видов продуктов, которые запрещены в использовании в школьном питании, в том числе перец. Глава города отметил, что прежде чем вносить радикальные изменения в школьное меню, убирать или добавлять какие-то позиции, нужно учесть мнение родителей и самих школьников. Выучаем к здоровому образу жизни. Через что? Через сбалансированное меню, согласованное соцпотребнодором. Меняем, об этом говорим. Меняем, об этом предупреждаем. Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что депутаты постоянно мониторят ассортимент блюд в образовательных учреждениях. И наблюдения показывают, что питание в школьных столовых с каждым годом становится все качественнее и разнообразнее. Валентина Аскерова, День с толком. Чтобы изучать душу, психологи открывают новые современные методы. В Алтайском филиале президентской академии прошла седьмая научно-практическая конференция по гештальту и психодраме. Она собрала около двухсот специалистов из разных городов России. Организаторы – Московский институт гештальта и психодрамы и филиал президентской академии. Кто и как учит находить контакт с самим собой и другими, узнавала наша съемочная группа. Разве сердечные встали? Давайте попрошу, давай, чтобы не поленились. И давайте помашем. Всем привет! Всем привет! Сердце для психолога едва ли не главный рабочий орган. Но сегодня профессионалы в гештальт-психологии и психодраме собрались вместе, чтобы прокачивать мозг, оттачивать навыки работы с клиентом и избавляться от собственных трудностей. Все-таки психолог тоже человек. И разумеется, взрослый человек устойчив, как правило, да, и какое-то довольно продолжительное время он может провести без среды единомышленников. И в это время все равно сохранять свои навыки, свои принципы. Но лучше, конечно, быть в такой среде, где есть такой кислород. Для студентов это, ну, такая замечательная возможность соприкоснуться с профессиональным сообществом, познакомиться с различными методами, побыть рядом с людьми, которые помогают людям, занимаются этой помощью профессионально на постоянной основе, ну, так, напитаться средой. Гештальт означает образ. Если на фоне событий жизни ярко выделяется одно конкретное, человеку нужно приложить усилия, чтобы закрыть ситуацию, разрешить ее психологически безопасным способом. Тогда он перестанет застревать на одном месте и пойдет дальше. Мы не осознаем, как мы влияем и как мы на влияние реагируем. А гештальт позволяет вот эти вот участки сложные сделать осознанными. Если я ссорюсь с людьми, да, то каким образом я это делаю, из-за чего это происходит. Если я одинок, то каким образом я это делаю. Как тебе вот этот кувшин? Потому что, по сути, вот все время, да, если мы не проявляем агрессию, да, то мы как-то там вот недореализовываем, ну, каких-то частей потребностей. В психодраме клиенты — активные участники. В импровизированной постановке человек может исполнить самого себя или сыграть роль своего близкого, с которым ищет контакт, или какую-то эмоцию. Так человек договаривается и сам с собой. Для меня очень интересна эта конференция. Это развивает мои какие-то профессиональные навыки и вообще расширяет кругозор. Каждый год здесь собирается около 200 человек. Среди 20 спикеров есть и алтайские специалисты, которые уже обучились и используют современные методы в собственной практике. Но и они нуждаются в постоянном росте и развитии. Ведь по итогу забота психолога о себе повысит и качество его услуг. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком. Вернемся к теме гололеда. Кому-то без него не обойтись. Целых 4 километра ледовой трассы в Барнауле использовали для соревнований по авто-многоборью и зимних кольцевых гонок. На грибном канале по льду гоняли порядка 50 пилотов из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирска и Кемеровской областей. За виражами по гололеду наблюдали наши корреспонденты. Пилоты все готовы и... Лед под колесами трассы, чуть больше 4 километров, газ, скорость. На Барнаульском грибном канале параллельно провели сразу два мероприятия. Чемпионат Алтайского края по авто-многоборью и второй этап зимних кольцевых гонок. Трасса вообще не сложная, но у меня автомобиль подготовлен под дрифт и, соответственно, резина тоже для дрифта, она не такая, как сказать, у нее меньше зацепки. За счет этого время теряется, там даже 2-3 секунды уже это критично. Так, в принципе, у меня разрыв с остальными участниками получается совсем небольшой. Алтайская федерация автомобильного спорта уже больше 10 лет проводит ледовые, кольцевые, зимние соревнования, а авто-многоборье только второй год. Для алтайских пилотов специально подготовили две трассы – Малое кольцо и Мальтийский крест. Однако второй этап зимних кольцевых гонок по дисциплине тайм-атак получился немного масштабнее. Участники сходятся практически в одной точке, но не стоит забывать, что один участник проехал уже большой круг, второй проехал только малый. Сегодня второй этап и у нас 46 пилотов. Пилоты приехали из Новокузнецка, Новосибирска, Горноалтайска, Бийска, очень много из Барнаула и Троицкий район, Первомайский район. То есть достаточно интересная география. На соревнованиях автомобили разделены на три класса – передний, задний и полный привод. Автомобиль с передним и задним приводом управляется в принципе по-разному, а уж тем более на ледовой трассе. Если мы говорим об управлении переднего привода, то при нажатии, скажем, педали газа он начинает вытягивать, то при нажатии педали газа на заднем приводе начинает его сносить. То есть радикально разное и каждый пилот подстраивается под свой автомобиль даже внутри классов. Полноприводные авто показывают совершенно другую скорость, подчеркивает Александр Чернюк. Да и, как говорится, прокладка между рулем и сидением тоже важна. Впечатления отличные. Гонщики классные, древчат хорошо, боком валят. Главное – газ не отпускать, работать газом надо. Хорошие заезды, хорошая трасса. Погонные условия не очень, зато зрелищные. Только в классе полный привод этапа зимних кольцевых гонок первенство забрал пилот из Новосибирска. Остальные победители – представители Барнаула. Уже в следующие выходные федерация проведет соревнования по дрифту, этап зимнего картинга и учебно-тренировочные сборы по картингу для детей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Мурал на общежитии Аграрного университета признан лучшим проектом креативной сферы Алтайского края за прошлый год. В конкурсе участвовали 9 различных проектов. Третье место досталось фирменному стилю парка «Изумрудный». Второе – интерьеру Алтайской общественной организации «Усыновители День Аиста». Мурал на 14 голосов обошел своих преследователей. Напомню, мурал размером 18 на 41 метр появился еще осенью 2023 года на стене общежития Аграрного университета. Изображение нанесено с помощью аэрографии. Масштабное граффити исполнено барнаульским художником Иваном Ильющенко, внуком экс-ректора университета. Прообразом девушки в поле со снопом стала супруга художника. Хлеб – один из символов Алтайского края, сочетающийся с профилем Аграрного университета, которому в 2023 году исполнилось 80 лет. У меня на этом все новости. Смотрите нас на «23 кнопки» и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...